Сегодня тысячи первокурсников по всей стране дали клятву студента. Во многих средних и высших учебных заведениях России прошли торжественные церемонии посвящения. Не остался в стороне и Ненецкий округ. Наша съемочная группа побывала в Ненецком профессиональном училище. В этом году образовательное учреждение традиционно распахнуло свои двери новым студентам, будущим модельером, сварщиком, нефтяником, дорожником и цветоводом. У Ненецкого профессионального училища есть очень давняя и добрая традиция. Новобранцев учреждения они посвящают не только в студенты, но и в резерв квалифицированных рабочих кадров Ненецкого округа. Сегодня сто первокурсников торжественно дали клятву с достоинством нести почетное звание. Среди них Виктория Кириченко. Девушка – будущий дизайнер. В этом году в НПУ впервые ввели направление конструирования, моделирования и технологии швейных изделий. Создавать одежду для людей на заказ шитье, чтобы людям нравилось, что я делала. И в будущем стать уже модельером высокого уровня. Хочется стать специалистом высокого уровня и еще один первокурсник Андрей Канев. Молодой человек получает профессию нефтяника. Да, я хочу отучиться на среднее, а потом идти на лучшее. Какие уже оценки успел получить? Пятехки, четверки. Буду научиться? Нет. Я это все понимаю и знаю. Для меня это легко учиться. Помогаю одногруппникам своим. Сегодня посвящение, так скажем, в профессию. Какие чувства ты испытываешь? Волнение. Почему? Первый раз посвящаюсь студентам. В этом году Ненецкое профессиональное училище впервые осуществило полный набор по профессиям, входящих в топ-50 Минтруда России в направлениях сварщик, машинист дорожных и строительных машин, переработка нефти и газа, конструирование, моделирование и технологии швейных изделий. Новые программы обучения соответствуют современным образовательным стандартам. Срок обучения 3 года 10 месяцев. Вообще профучилище можно по праву назвать кузницей рабочих кадров. И кроме того, что они получают общую квалификацию по диплому, они получают еще набор рабочих профессий, которые сегодня востребованы в регионе. Есть студенты, которыми можете похвастаться выпускникам? Ну, здесь не разложно сказать, кого-то вот так вот выделить, но есть выпускники, которые в политике. Есть те, когда целым курсом ушли в Афганистан, вернулись, и сегодня они входят в Братство ЩИТ. Есть во всех учреждениях, куда бы ты ни пришел, на предприятие. Везде есть наши выпускники. А отзывы у работодателей, а наших выпускников, поверьте, очень хорошие. За всеми этими успехами студентов стоит многодневный, кропотливый труд мастеров и преподавателей. Кстати, и они сегодня тоже виновники торжества. Ведь 5 октября в России отмечается День учителя. Среди тех, кто уже не один год трудится в стенах учебного заведения Эльвира Михайлова. Ну, говорят, что все равно ты, когда работаешь с молодежью, сам становишься молодым, креативным. Ну, это правда, я так думаю, да. Всегда в последних, в последние тенденции и моды, и музыки, и фильмы, они все-таки дают молодость, какие-то новые веяния. То есть от них тоже чему-то учишься? Да, да, конечно. Мы учим, а они тоже нас учат. Тоже. Жалко вот расставаться с ними? Вот все равно воспитываешь, воспитываешь. Конечно, конечно. Все равно участие столько энергии и сил, и бывает и хорошее, и плохое, и воспоминания, и, конечно. Что пожелаете своим студентам? О, терпение, терпение, здоровье, мудрости тоже. Самое главное – здоровье. Будущие рабочие кадры округа с посвящением студенты поздравили представители власти, заслуженные работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда, мастера производственного обучения и другие почетные гости. Любовь Примякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».